Всем привет! В Питере невозможно дождаться солнца, поэтому снимаю в помещении. Сделали то самое колечко, которое я совсем недавно рисовал и показывал вам. Позволяет освещение показать очень хорошо структуру камня. Это звездный сафир. И вот даже видно звездочку. Я очень долго подбирал рисунок. Он такой своеобразный, уникальный. Здесь срослись несколько кристаллов сафиров. Кто не смотрел видео, не понимает о чем я, что значит срослись кристаллы. Смотрите, прикрепляю вам видосик изначальный. Вот так кольцо выглядит на руке. В принципе даже на моих тонких пальцах выглядит неплохо. Вот сейчас снимем, посмотрим его поближе, поподробнее. Это серебро с чернением и я постарался создать дизайн, эскиз, узоры. Вот все мое авторское, который имитировал бы узоры, которые содержатся внутри камня. Вот мое мнение, что это получилось. Здесь даже вот, например, сымитирован кусочек именно вот этого аномального рисунка. С серебро с чернением и в ложбинках внутри позолота, который имитирует узоры камня. Мы даже вывели, как я и хотел, этот узор внутрь. Вот, на мой взгляд, получилось вот наш логотип. На мой взгляд, получилось неплохо. Гуляю с колечком по Питеру. Оно при разном освещении дает совершенно разный цвет камня. Сейчас видите зеленоватый, а там есть небольшие золотистые полосочки, да? Это вот рутил. Зеленое, черное и золотое. У меня в Москве есть несколько подобных камней, уже с сертификатами, сделанными в настоящей хорошей лаборатории. С удовольствием что-нибудь еще интересное, приятное сделаю. Пишите, подберем камень. Их у меня осталось пять или шесть. Вот, мы рынок практически истощили. Я в предыдущих видео об этом говорил. Создадим дизайн и сделаем что-то интересное. Мне очень нравится работать именно вот со звездчатыми черными сафирами, с необычным рисунком внутри. Все камни, которые купил, они имеют очень необычный, хороший, ярко выраженный рисунок. Пишите в WhatsApp. А на YouTube, комментарии в Instagram я, к сожалению, не читаю. У меня просто на это нет времени. Продолжение следует... Продолжение следует...